14-летний Кирилл грязел байдарками и канои, сколько себя помнит. Стал заниматься греблей три года назад и поймал свой попутный ветер. Теперь без воды ни дня. Упорные тренировки по 10 раз в неделю, работа над собой и бойцовский характер принесли свои плоды. На счету юноши четыре победы на республиканских соревнованиях, и это только начало. Я просто люблю чувствовать ход лодки на воде. Мне нравится, когда нос разрезает воду. Ну, нравится речная гладь. Ну, и как бы внутреннее удовольствие получаю от этого. Гребли нужно иметь, дух, силу воли, терпение. Конечно же, физическую подготовку основную. На гребной базе собираются 130 ребят, влюбленных в спорт. Четыре команды из Бобруйска и Рогачева. Республиканская регата памяти заслуженного тренера Беларуси Сергея Герасимовича открыта. Этот турнир был основан в 90-м году, прошлого века, при жизни еще Герасимовича. Мы провели шесть турниров при его жизни. Он был посвящен основателю гребного спорта в городе Бобруйске. Ну, а после его смерти он стал турниром памяти Герасимовича. Проводим его уже 32-й раз. Сверкающая водная гладь и стремительные легкие каноэ. В одиночных заездах на тысячу метров соревнуются парни 14 и 15 лет. Тут все по-настоящему. И ветер, и дружба, и соперничество. Но радость победы всегда общая. Ведь гребля – спорт для отважных и благородных. Для того, чтобы заниматься греблей, нужно быть не балованным, не бояться холода, где-то стужи, воды и вот таких качеств. А сама по себе гребля, ну, она развивает качества такие, как в советские времена, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Чувство свободы, командный дух и азарт болельщиков. Спортсмены выкладываются на полную. У многих ребят, уверены тренеры, большое будущее. Все это благодаря Сергею Герасимовичу, который в свое время сделал греблю на байдарках и каноэ бобруйским брендом. Спортсмен в байдарке сидит на специальном твердом анатомическом сидении, которое называется слайд. Рулевое управление располагается прямо над упором для ног. Лодка не очень устойчивая, может перевернуться в любой момент, и тогда гребец станет пловцом. Наши спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета самых престижных соревнований мирового масштаба и становились олимпийскими чемпионами. Город на Березине прославили Александр Курлянчик, Виталий Осецкий, Дмитрий Третьяков, Виктор и Анатолий Ренейский, Александр Жуковский и, конечно, братья Богдановичи. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.